Я опять приглашаю на трибуну Алексея Алексеевича Ковалева. У него еще один доклад. Неоангиогенез как мишень противоопухолевой терапии. Следующий Елена Александровна Колесник. Ваш доклад. Уважаемые коллеги, простите, так наши хозяева уже составили этот план выступлений, поэтому простите, что я второй раз стою здесь за короткое время. Уважаемые коллеги, и мое выступление посвящено неоангиогенезу как мишень противоопухолевой терапии. У меня не получается. Помогите мне, пожалуйста, не получается. Подождите. Да. Да нет же. Хорошо. Гибридный, операционный, проще, я думаю, чем... Пользоваться демонстрациями. Итак, неоангиогенез как мишень противоопухолевой терапии. Но у меня не получается все равно переключать. Хорошо, будем так. Уважаемые коллеги, извините еще раз за задержку. Вот так выглядит приблизительно клинический сценарий развития опухоли метастатического колоректального рака. Первая линия химиотерапии является чрезвычайно важной, принципиально важной, поскольку от индукции первой линии химиотерапии зависит, скорее всего, от дальнейшей эффективности его дальнейшего лечения. Первая линия терапии всегда эффективна. Эффективнее, чем вторая, эффективнее, чем третья линия терапии. Как правило, она оценивается в 5 месяцев. Затем идет поддерживающая или аблятивная терапия, затем идет реинтродукция, затем вторая линия химиотерапии, затем абляция или операция, перерыв в лечении, затем третья линия, потом начинается терапия спасения, потом начинается претерминальная фаза течения болезни. Мы имеем несколько опций в лечении метастатического колоректального рака. С 2000 года, когда-то колоректальный рак считался химиорезистентной опухолью, не проводилась ни адювантная, не проводилась ни палеотивная терапия. Я очень хорошо помню времена начала этого столетия, когда больные с олигометастазами колоректального рака в печень наблюдались, затем происходило метастазирование, метастаз из метастаза, затем опухолевая прогрессия, больной погибал, и все считали, что пациентов с М1 ингепарис, 4 стадии, 4 клинической группы, лечить не нужно. Сегодня времена изменились, сегодня активно используется хирургическое лечение, двухэтапные резекции. Сегодня мы всех больных с М1 ингепарис делим на несколько гетерогенных групп, которые нуждаются в очень агрессивном лечении. Пациенты, которые не нуждаются в очень агрессивном лечении. Но так или иначе, с 2000 года мы начали применять 5-стросилболюса, потом инфузии, потом фолфири, фолфокс. И вот переломным моментом в лечении метастазического колоректального рака явился 2008 год, когда к общепризнанным известным схемам химиотерапии к ним стали добавлять таргетную терапию в виде моноклональных антител, бевосисумаб, сетуксимаб, а вот в последние годы, уже год или полтора или два года назад, на сцену даже вышли ингибиторы тирозинкиназы в виде реагорафениба. Раньше больных с колоректальным раком нельзя было лечить ингибиторами тирозинкиназы, а только моноклональными антителами. Как я уже показал, современная терапия метастатического колоректального рака представлена вот этими девятью позициями. И рекомендации ЭСМО звучат следующим образом. Существуют три сценария и есть четыре линии терапии. Как я уже сказал, основная битва сейчас, и Ярослав Васильевич об этом говорил, основная битва идёт за первую линию терапии. Это действительно очень важно, это принципиально важно, потому что от первой линии терапии будет зависеть и время допрогрессирования, и общее выживание пациентов. И если говорить о первой линии терапии, то, можно так сказать, толкаются между собой локтями антиангиогенная терапия и антиэрбитерапия. Поэтому принципиально два вопроса, как мне кажется, существуют. Какие предпочтения должны быть отданы в первой линии терапии? И второй вопрос, что очень важно, что делать после первой прогрессии? Было проведено прямое сравнение, face-to-face, два клинических исследования, когда бевосисумаб и сатуксимаб столкнули лбами и изучили результаты. Действительно, одновременное применение, заманчивое это было, но одновременно использовать... Одновременно использовать антиэрбитерапию и антиангиогенную терапию оказалось невозможно, потому что сочетание двух моноклональных антител не только не удлиняло, а резко сокращало время допрогрессирования и резко сокращало общую выживаемость больных. Поэтому в том исследовании, о котором я говорю, когда имелось прямое сравнение антиангиогенной и антиэрбитерапии, сочетание комбинации двух моноклональных антител было отвергнуто, а сравнивали время допрогрессирования у больных метастатическим колоректальным раком при антиангиогенной терапии и при антиэрбитерапии. Заранее хочу сказать, что отдалённая выживаемость больных оказалась совершенно одинаковой. И время допрогрессирования, и общая выживаемость этих пациентов была одинакова. Речь шла в первую очередь о больных с диким типом КРС. Что мне делать дальше? Время допрогрессирования как при антиангиогенной терапии, так и при антиэрбитерапии оказалось одинаковым. Общая выживаемость оказалась одинаковым. Но вот что касается качества жизни, здесь были существенные различия. При использовании антиангиогенной терапии качество жизни пациентов не только не страдало, а даже улучшалось во время лечения. Это мечта всех онкологов, это мечта всех химиотерапевтов, когда на фоне терапии даже улучшается качество жизни. Но, к сожалению, этого нельзя было сказать об антиэрбитерапии сытуксимабом, потому что кожная сыпь, это было очень неприятно. И вот эта вторая, третья, даже четвертая степень кожной токсичности, к сожалению, приводила к прекращению лечения. Поэтому современные гайдлайны Национальный институт рака рекомендуют все-таки Фолфири или Фолфокс в сочетании с антиангиогенной терапией. То есть речь идет об авастине, о бивасисумабе. Вообще бивасисумаб в первой линии изучали в очень многих исследованиях. Во-первых, это была комбинация исследований монотерапия плюс антитело, дуплет плюс антитело и, наконец, триплет плюс антитело. Ну, основное, вот с моей точки зрения, очень интересное исследование АВЭКС было реализовано у пациентов возрастных. Дело в том, что современные рекомендации не учитывают возраст больных колоректальным раком. А тем не менее, средний возраст, при котором устанавливают диагноз колоректальный рак, составляет 69-70 лет. Как лечить больных после 70 лет? Было проведено исследование АВАСТИН плюс КАПИЦИТОБИН против КАПИЦИТОБИНа. Изучалось время до прогрессирования, изучалась общая выживаемость. И оказалось, что комбинация моноклонального антитела и перорального фтор-перимедина снижала риск прогрессирования на 40%. При этом качество жизни у пациентов не только не нарушалось, как я уже сказал, а даже увеличилось. Очень интересное исследование, вот этот дуплет ФОЛФОКС плюс АВАСТИН. Оказалось, что это известные исследования, когда сочетание ФОЛФОКСа плюс АВАСТИНа приводило к улучшению выживаемости. А вот более интересное, с моей точки зрения, исследование, которое было недавно закончено, это исследование ТРИБ, когда триплет плюс АВАСТИН. Мы всегда боимся триплета. Когда мы использовать ФОЛФЕРИНОКС в первой линии, всегда существуют опасения. Во-первых, эта комбинация ТРИПЛЕТ показала себя блестяще у больных нерезиктабельным метастатическим раком поджелудочной железы. И мы имеем опыт такой. Больные в самом деле достаточно хорошо переносят эту терапию. А теперь ТРИПЛЕТ был применен и для лечения метастатического колоректального рака. ФОЛФИРИ плюс АВАСТИН 12 циклов и ФОЛФОКСИРИ плюс АВАСТИН 12 циклов. Затем поддерживающие 5-стуроцил с АВАСТИНом до прогрессии. Первичная конечная точка – это выживаемость без прогрессирования была. А вторичная конечная точка – частичный ответ, частота вторичных R0 резекций, общая выживаемость, профиль безопасности и оценивались еще биомаркеры. Что оказалось? Что ТРИПЛЕТ вместе с БЕОСИЦУМАБом улучшал выживаемость без прогрессирования. Оказалось, что ТРИПЛЕТ с БЕОСИЦУМАБом улучшал общую выживаемость достаточно хорошую. И вот затем оказалось, обратите внимание, уважаемые коллеги, когда ФОЛФОКСИРИ с БЕОСИЦУМАБом на уровне 60 месяцев. То есть мы сейчас, когда мы говорили о медиане выживаемости в 7 месяцев при метастатическом колоректальном раке, потом мы считали большим достижением в 12 месяцев, потом считали большим достижением в 24 месяца, потом, когда мы вышли за 30 месяцев выживаемости при метастатическом колоректальном раке, Это уже была действительно настоящей победой, а сегодня ведь мы, обратите внимание, сегодня мы говорим ни много ни мало о 60-месячной выживаемости на фоне триплета плюс бивосисумаба. Действительно, рак становится хронической болезнью с ожидаемой не короткой, а длительной продолжительностью жизни. Вот авастин с триплета. Медиана общей выживаемости 30 месяцев, а медиана частичной выживаемости уже составила 60 месяцев. И вот это исследование было с восторгом встречено на АСКО в Чикаго, которое завершилось буквально неделю назад. Анализ результатов показал, что у пациентов с диким типом медиана общей выживаемости значительно выше, больше с раз мутации, чем с диким типом. Преимущество фолфоксири плюс бивосисумаб наблюдалось во всех группах больных. И медиана общей выживаемости была уже не 30 месяцев, как на предыдущем слайде я показал, а уже 41 месяц. Это медиана общей выживаемости. И вот обновленный анализ, который на АСКО прозвучал, получается так, что для всех типов 41 месяц это медиана общей выживаемости. Это беспрецедентно. Зависимость от РАС. Антиангиогенная терапия, назначение бивосисумаба, эффект овостина не зависит от статуса РАС. И в этом смысле мы видим, что первая линия химиотерапии метастатического колоректального рака, как у пожилых пациентов, так и у больных, которым требуется агрессивное лечение в виде триплета плюс моноклонального антитела, первая линия все-таки, скорее всего, нужно отдавать пациентам, отдавать в пользу антиангиогенной терапии. А что же делать после прогрессии на второй линии терапии? Вот это всегда уже представляет большую проблему для клинических онкологов. Существуют различные подходы, как лечить больных после прогрессии. Ну, допустим, последовательное переключение. Первая линия, прогрессия, мы меняем первую линию на вторую, прогрессия мы меняем вторую на третью. Есть другой подход, когда после первой линии терапии с максимальным ответом мы проводим так называемый treatment holiday, а затем вторую линию терапии при прогрессии. То есть это запланированная прогрессия, мы не очень боимся ее. Мы запланировали прогрессию и начинаем лечение в виде второй линии уже через какое-то время. Первая линия терапии может применяться интермитирующая схема, а затем вторая линия. Есть и такой интересный подход. Первая линия, вторая, а затем снова возврат к первой линии, причем эти схемы могут быть частично похожи друг на друга. Но затем произошел совершенно новый, совершенно по-другому взглянули на вторую линию терапии. Первая линия, вторая, первая, первая, первая. И вот это очень интересно. Первая линия терапии, прогрессия и снова первая линия терапии. Это немножко противоречит нашим всяким общепринятым позициям, но тем не менее. Для того, чтобы доказать эту гипотезу, были проведены несколько клинических исследований, включающих Бевасисумаб и еще один антиангиогенный препарат Афлиберсепт. Его пока еще в Украине нет, он не зарегистрирован. То есть речь идет о чем? Вторая линия антиангиогенной терапии после прогрессии, после первой линии антиангиогенной терапии. То есть речь идет о авастин после авастина. И оказалось, что авастин после авастина в самом деле работает. Если мы применяли фолфокс с авастином, после прогрессии мы применяем уже фолфири с авастином и получаем результаты. Вот она, фолфокс с авастином, фолфири. Если мы начинали фолфири с авастином, то мы затем продолжаем после прогрессии фолфокс с авастином. То есть вторая линия терапии сегодня выглядит следующим образом. Вот она первая линия, прогрессия. Вторая линия после прогрессии, это вторая линия, но моноклональное антитело остается прежним. Меняется химиотерапия, а не меняется моноклональное антитело. Поэтому сегодняшний алгоритм терапии метастатического колоректального рака выглядит следующим образом. В первой линии все-таки бевосисумаб, независимо от статуса рас, будь это дикий тип, будь это мутантный тип, мы, тем не менее, применяем авастин плюс химиотерапию А. Затем терапия до прогрессии продолжается, и после прогрессии мы оставляем авастин и меняем химиотерапию, то есть это уже будет химиотерапия Б. После прогрессии, после второй линии, здесь уже будет зависеть от дикого или мутантного типа КРС. Если КРС мутантный тип, то мы будем применять регорофенип, это интересный ингибитор тирозинкиназы, который сейчас применяется в третьей и четвертой линии, но претендует уже и на вторую, а может быть в будущем и на первую линию. Если это дикий тип РАС, мы в третьей линии начинаем использовать антиэрбитерапию. И вот те эсморекомендации, слайд, который я показал в начале исследования, сегодня может быть представлен следующим образом. Из вот этого очень сложного слайда мы делаем такие выводы. Первая линия химиотерапия А плюс бевосисумаб, вторая линия химиотерапия Б плюс бевосисумаб, третья линия это уже антиэджиэфер при диком типе КРС и в конце концов регорофенип. Выводы следующие. Пациенты после Р0 резекции имеют шанс на длительную выживаемость и даже на выздоровление. Это доказано уже. Общая выживаемость при цитостатической терапии метастатического колоректального рака составляет 20 месяцев. Скорее всего, с помощью цитостатиков мы не сможем преодолеть этот рубеж. Больше 20 месяцев, больше 22 месяцев пациенты только на химиотерапии жить не смогут. А если применять биотерапию с химиотерапией, то общая выживаемость составляет уже 30-35 месяцев, а при интенсивном режиме триплет плюс авастин уже составляет 65 месяцев. То есть мы перевалили уже через пятилетний рубеж только лишь за счет химиотерапии и биотерапии. Если этим пациентам использовать циторедуктивные операции, палеотивные резекции, двухэтапные резекции печени, как это делается сейчас во многих центрах европейских, американских, и в том числе и в Украине, и в том числе и в Национальном институте рака, то мы уже получим, наверное, не 5 лет, а получим, как у Адама, 10-летнюю выживаемость. Бессимптомные первичные, вот это интересно, бессимптомные первичные нерезектабельные метастатические опухоли можно безопасно лечить в фолфокс, фолфире плюс авастин. Это вот та ситуация, когда, Анатолий Анатольевич, вы задали тот вопрос, когда имеется синхронная опухоль, клинически ничем не проявляемая, и имеются нерезектабельные метастазы в печени. То есть удаление первичной опухоли, скорее всего, будет бессмысленно, а метастазы в печени нерезектабельны априори. Поэтому вот этим пациентам можно безопасно применять лечение фолфокс плюс фолфире на фоне авастина, и это также было заявлено на АСКО, и можно этих больных не оперировать и добиться 3-х и даже 4-х летней выживаемости. Ну и антиангиогенная терапия авастином должна продолжаться до прогрессии заболевания. Благодарю за внимание. Спасибо, Алексей Алексеевич. Пожалуйста, коллеги, вопросы к докладчику. Продолжение следует...